Приветствую вас. Ситуация такова, что у женщины, которая задаёт вопрос, сложные отношения с мужем, в силу того, что своих родных мужчина ставит выше всех, из-за этого различные психоэмоциональные проблемы, из-за этого финансовые проблемы у Астра вопроса. И она решилась от него уйти, но уходя, она надеялась на то, что человек будет совершать какие-то поступки. Поступков никаких не последовало. Автору вопрос сейчас очень больно. Вот, и она спрашивает о том, как ситуацию отпустить и как отвыкнуть от своего мужа, если привычка даже по её словам засыпать рядом с ней. Ну, во-первых, конечно, мы здесь говорим о любовной зависимости. В первую очередь, вот, мы здесь говорим о том, что вы зависимы, мы здесь говорим о том, что у вас есть трудности с самооценкой, самооценкой у вас есть трудности с опорой на себя, очевидно. И мы здесь говорим о том, что у вас есть страхи. Вот, то есть вы как-то в этом смысле боитесь будущего, ну, вероятнее всего, боитесь, что не справитесь. В общем и в целом достаточно слабо, как мне кажется, полагаетесь на себя. Да? Вот. Ну, на саму себя вы не полагаетесь. Вот, возможно, возможно, вообще не полагаетесь на себя. Вот. У вас много обиды, много боли невыраженной, много эмоций, которые вы, судя по всему, привыкли, ну, привыкли подавлять, как-то привыкли принижать и обесценивать. Вот. И, соответственно, всё это вот сыграло с вами такую злую шутку по итогу. Привычка формируется за счёт потребностей, за счёт желаний. А в вашем случае, как мне кажется, ещё и за счёт ожиданий. То есть у вас постоянно, если вот вы заметите, да, то есть у вас постоянно есть некоторые ожидания к мужу. Вот. То есть вы постоянно от него чего-то ждёте. Вот. Постоянно вы, ну, на что-то надеетесь, скажем так. Вот. Ну, с его, с его стороны. Вот. Вот. Он вас разочаровывает, да, потому что не делает так, как вы хотите. Вот. И вы снова оказываетесь в, ну, как бы, такой вот весьма неблагоприятной для себя ситуации. Вот. Тут вы описываете, вы описываете, ну, вы жалуетесь на своего мужа. По, ну, по большому счёту. Вот. Вы жалуетесь на своего мужа. И, по факту, как-то, ну, обвиняете его в том, что он не такой, как вы хотели, как вы заказывали. Вот. На мой взгляд, вам необходимо учиться полагаться на себя. На мой взгляд, вам необходимо учиться опираться на себя, на свои силы собственные. Работать. 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 С самооценкой своей и работать со страхами своими. И определиться с чувствами, которые у вас есть к мужу. Потому что, ну, на мой взгляд, да, довольно мало похоже это на любовь. То, что вы описываете. Вот. Довольно мало похоже это на какие-то, ну, так скажем, серьёзные чувства. Я имею в виду чувства любви на данный момент. Вы говорите, что вы много терпели. Что мужчина, вот, ставит в приоритет не вас, да, а своих, ну, своих родных. Вот. И здесь, на мой взгляд, очень важный нюанс заключается в том, что он, как будто бы вы ждёте, что он изменится. Вот. Хотя, в принципе, никаких для этого предпосылок вроде бы нет. Вот. То есть, ну, ну, то есть, абсолютно никаких. И, соответственно, вот это, мне кажется, является тем, что вас на постоянной основе как-то вот прибивает. прибивает к земле, мешает, не даёт быть свободной. Конечно, не только это. Конечно, не только это. То есть, естественно, что свободной вам быть не даёт, ваши не дают, точнее, ваши собственные ограничения, которые у вас есть. Вот. Ваши, вероятно, собственные страхи, вот, которые у вас имеются и которые держат вас, вот, так скажем, в напряжении, да. Ну, причём, я бы сказал, чуть ли не на постоянной основе у вас это происходит. Вот. Поэтому на данный момент вам сложно куда-то двигаться, как мне кажется, по той простой причине, что много чувств у вас бурлит, так скажем, много эмоций у вас, так скажем. И это всё довольно-таки серьёзно на вас сказывается. Вот. Поэтому, в первую очередь, вот, вы пишите, да, боль, я люблю человека, еле сдерживаюсь, чтобы не написал. Вот, опять же, к вопросу о боли. Боли. Попробуйте, вот, как-то, ну, поподробнее, если можно, немножечко об этом рассказать. То есть, то есть, вот, в данном случае боль и еле сдерживаюсь, чтобы не написал. Это же не про нацеленность, как вы понимаете, на человека другого. Вот. Это же больше про вашу собственную потребность в нём. Вот. Я надеюсь, что, я надеюсь, что вы это понимаете. Вот. И, соответственно, работать, как мне кажется. Вам нужно именно в этом ключе. В данном случае. Вот. В том ключе. В том ключе. Чего я хочу. Когда я думаю о мужа. В чем я нуждаюсь. Чего мне не хватает. То есть, вот на эти все вещи вам имело бы смысл поисследовать ответ. Потому что мне, ну, мне кажется, что ключик лежит именно здесь. Ключик находится именно в этой части. Вы говорите, что любите его. Имеется в виду своего мужа. И, конечно, я вам верю. Но давайте попробуем. Знаете, что? Давайте попробуем спросить себя. Если я его люблю. Да. Люблю своего мужа. Как я говорю. Принимаю ли я его таким, как он есть? Или для меня вот это является несколькослойным. Потому что если вы говорите о любви, то вы говорите о принятии человека. Ну, вот в первую очередь. Вы говорите о принятии человека, так скажем, таким, как он есть. И если вы его принять таким, как он есть, не можете, вот, а, ну, например, мне, допустим, что-то подсказывает, да, что вы не можете его принять. Вот, потому что у вас, ну, вот, а, как-то, а, все время, а, вот, в этом смысле, а, претензии к нему. То есть у вас, а, ну, а, все время, а, претензии, недовольства, а, человеком, скажем так. Я не думаю, что это именно плохо, что у вас есть претензии. Вот, я думаю, что тот факт, что они у вас есть, в какой-то степени хорошо. Возможно, это говорит о том, что вы о себе, о своих желаниях, о своих потребностях, да, еще не забыли. Хотя, довольно много вы делаете для того, чтобы забыть, и вам необходимо взять ответственность, как мне кажется, за то, что вы хотите. А не ожидать от своего мужа, да, что он, ну, что он будет делать так, как вы хотите. Вот, потому что, ну, всегда здесь нужно допускать, что он не будет. Понимаете, да? Да, то есть, что я буду делать, если муж, как бы, вот, ну, если муж откажется. Вот. Что я буду делать в таком случае, как я буду, а, ну, как я буду, вот, в таком случае, там, допустим, а, действовать. Вот. То есть, это вот такие, на мой взгляд, очень важные моменты присутствуют. Вот. Но сейчас вам сложно двигаться вперед, сейчас вам сложно идти вперед, потому что вам очень больно сейчас. И чувства, они требуют, вот, ну, что называется, какой-то компенсации, да, вот. Чувства требуют какой-то реализации. Реализовать свои чувства вы можете, вы можете, вот, ну, только, вот, по вашему, наверное, мнению, вот, как-то. Опять сойдя с ним, я имею ввиду, с мужем. Вот. Ну, повторяю, как бы, те же самые ошибки. Вот. То есть ничего особо, в этом смысле, измениться не может. Поэтому я бы, я бы начал, а, в первую очередь. Все. Проживание ваших чувств, проживание боли, своей возможно. Речь идет о достаточно серьезной травмированности вашей. И как результат, как результат, созависимому поведение. Обиды. Боль. Негатив. Чувство унижения со стороны, вот, вашего супруга. Ощущение, что вы не на втором месте, вот, все эти вещи, к сожалению, скорее всего, продиктованы вашим негативным отношениям к себе. Скорее всего. Почему я говорю, скорее всего? Потому что, возможно, наличествуют и другие факторы. Например, какие могут быть факторы. Ну, еще. Эта может быть факторы. Реализация. То есть вот, вот, например. Насколько я говорю о реализовании? В целом. А, чувствую ли? Я? Себя реализований. Исэта есть. А, чувствую ли я себя? Свободный. Самостоятельный. Но, совершенно очевидно, что нет. Совершенно очевидно, что так вы себя не чувствует. Это, совершенно очевидно. И, вот, с этими моментами нужно работать. Вы можете изучить тему созависимости в интернете. изучить ее природу, изучить ее, скажем так, основание. Вот. Все это вы можете сделать самостоятельно. И вы, конечно, большая молодец, что начали говорить о проблеме своей. Но у меня есть четкое впечатление, что бы мы когда жили для себя. Есть у меня такое, такое вот, ну, подозрение, что ли, шпион. Для себя вы практическо, ну, практическо и не жили. Когда человек не умеет для себя жить, то этим неминуемо воспользуются другие люди. В том числе, через принижение, абьюзинг и так далее. Спросите себя, чем привлек вас ваш муж. Спросите себя, почему вы остались с ним, когда узнали, что он зависим от своей мамы, и от ваших сестер и так далее. Задайте себе этот вопрос. Я думаю, что ответ. Пусть ответ вам и не понравится, но все же это очень важная часть. Ваша жизнь. Важная часть ваших решений. Простите себя. Так же. Какую задачу вы ставите перед психологом? Что это за задача? На мой взгляд, когда и если вы сможете ответить себе на эти вопросы, ситуация начнет улучшаться в геометрической прогрессии. Пока что на этом, я думаю, можно мой ответ завершить. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Субтитры создавал DimaTorzok